Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Российская атомная энергетика безопасна, эффективна и востребована как внутри страны, так и за рубежом. Международная научно-техническая конференция на Смоленской АЭС. Это место, где находится стран, где происходит деление ядер и где происходит деление энергии. Визит журналистов на атомную станцию. Сидункович Лава Ярченко. Избран новый глава города-атомщиков. Суть игры заключается в выполнении участников реальных заданий в реальном мире. Экологическая конференция объединила юных исследователей. На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2092 мегаватта. Энергоблок номер один с 14 марта находится в плановом ремонте. Выработка электроэнергии за 23 дня мая составила 937 миллионов киловатт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 23 мая в городе-спутнике Смоленской АЭС стартовала Международная научно-техническая конференция. Свыше 200 представителей России, Армении, Вьетнама, Словакии, Индии, Казахстана и Украины обсудили итоги 30-летнего пути повышения безопасности атомных станций. В атомной энергетике России на сегодняшний день раз – эффективно, два – безопасно, три – востребовано как внутри страны, так и за рубежом. Это относится ко всем типам аппаратов, в том числе и кэрбургам. Эти 30 лет мы тратили не напрасно, вам честно могу сказать. Чернобыльская авария вообще изменила нашу ментальность. Мы сегодня в себе сомневаемся гораздо больше, чем все окружающие в нас, но сомневаемся на основании своих знаний. По мнению профессора, заместителя директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэля Арутиняна, в основе развития атомной энергетики лежит ее безупречная экологичность и ограниченность ресурсов органического топлива в природе. Переход на замкнутый топливный цикл расширяет ресурсную базу почти в 100 раз. То есть те запасы урана, которые сегодня имеются, при переходе на быстрые реакторы и замкнутый топливный цикл, обеспечивают электроэнергией и тепловой энергией человечества могут обеспечить на несколько тысяч лет. Не случайно местом для обсуждения стратегически важных вопросов выбрана Смоленская АЭС. Один из лучших филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» демонстрирует реальные успехи в производственных и управленческих процессах, ориентируясь на проектный подход ко всем направлениям деятельности. В прошлом году мы выработали рекордное количество электроэнергии, и это позволило нам в том числе и получить очень хорошие финансово-экономические показатели по итогам года. В настоящее время основное направление повышения эффективности – это реализация ПСР-проектов, это специальная технология проектного управления всеми видами деятельности, и Смоленская АЭС планирует и дальше успешно использовать эту технологию, чтобы продолжать оптимизацию процессов управления производством. На международной конференции свой взгляд на настоящее и будущее мирного атома высказали ведущие специалисты и руководители эксплуатирующих научных, конструкторских и проектных организаций, представители власти, образования, духовенства и общественных сообществ. Они не раз возвращались к вопросу о связи поколений. Родилась такая идея, объединиться нам, ветеранам, стыдю передачи опыта своего молодых. Мы относимся к ветеранам, это не просто пожилой человек, это вышел на пенсию, он является носителем тех знаний, тех опыта, и не просто знаний профессионализма, но и опытного подхода к решению этих проблем. И это было бы неразумно для общества, всего мира, эти знания терять. Международная конференция – это одно из мероприятий, посвященных 30-летию событий на Чернобыльской АЭС, которые проводит российская атомная энергетика в 2016 году. Инициатором масштабного форума выступили Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности и региональная общественная организация «Чернобыль-Атом» при активном содействии руководства госкорпорации «Русатом», АО «Концерн Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС». В рамках международной конференции, которая проходила на Смоленской АЭС с 23 по 24 мая, для журналистов, ведущих российских телеканалов, областных и районных средств массовой информации, был организован технический тур на атомную станцию. Журналисты познакомились с технологическим процессом производства электроэнергии, побывали на блочном щите управления блока номер 2, в центральном зале реакторного цеха, машинном зале, посетили интерактивный музей информационного центра атомной станции, музей поискового движения. В ходе посещения атомной станции для журналистов был организован пресс-подход с участием первого заместителя главного инженера по эксплуатации Вадима Скирды и заместителя главного инженера по безопасности и надежности Александра Абаимова. Журналисты получили подробные ответы на все вопросы, которые касались прежде всего обеспечения безопасной работы Смоленской АЭС. 17 мая на очередной сессии Городского совета депутатов на должность главы муниципального образования города Десногорск избран Вячеслав Седунков, действующий глава администрации муниципалитета. В борьбе за высшую должность муниципальной службы приняли участие 6 кандидатов. В ходе конкурсного отбора к заключительному этапу подошли три претендента. Каждый выступил со своей программой и ответил на вопросы депутатов. По результатам рассмотрения кандидатур большинство депутатов отдали свои голоса Вячеславу Седункову. Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честные и добросовестные исполняющие обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей муниципального образования города Десногорск в Смоленской области. Восемь лучших экологических проектов представили учащиеся и преподаватели образовательных учреждений Десногорска 19 мая на ежегодной конференции с АЭС «Экология региона». Организатором мероприятия выступила Смоленская АЭС совместно с Комитетом образования города. Все поняли, что это, во-первых, важно, во-вторых, интересно, а в-третьих, станция старается и призы, и все обеспечить. Именно с нас, с работников образования, с работников дошкольных учреждений, школ, и начинается воспитание к бережному отношению, к любви своей природы, к любви к своему городу. Большую лепту в экологическое образование вносит Смоленская АЭС, организуя экскурсии школьников на действующие энергоблоки, тренажеры, внешние лаборатории, проводя профильные уроки, олимпиады и конкурсы, встреча со специалистами-атомщиками, ветеранами отрасли. Увлекательную и познавательную квест-игру с применением IT-технологий придумали юные исследователи из Дома детского творчества. Это экологический проект, который был создан для того, чтобы доказать не только себе, но и жителям остальных областей и также городов, входящих в госкорпорацию «Росатом», то, что город, в котором находится атомная станция, как наш город, является экологически чистым городом. Опытом экологической работы поделили с коллегами-педагоги. Учитель географии школы номер 2 Елена Макарова представила социальный проект «Школьная экологическая площадка», в ходе которой учащимися были проведены значимые конкурсы и акции по обустройству родников, наведению порядка в парках города, на пришкольной территории, посадке деревьев, благоустройство дворов. Этот проект победил в конкурсе Общественного совета «Росатома». Учащиеся педагоги получили ценные призы от Смоленской АЭС и сувениры от смоленского филиала АО «Атом Техэнерго». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин